Всем доброе утро и прекрасного настроения на целый день. Улыбайтесь и дарите людям добро. Это мои вам пожелания. У нас сегодня необычный завтрак жареной пельмени. Отварила вчера или позавчера пельмени, мы их не съели. А я думаю, потом разогрею и решила сегодня думать, да не разогрею, а пожарю. Мы редко такое едим, но иногда нам хочется. Молодец! Лично я люблю жареные пельмени, но стараюсь их не есть. Лучше отварить, это будет польза больше для организма. Иногда мы себя балуем вредной пищей, ну как и все. К пельменям я подала соус чили острый и сметану. Я буду, наверное, со сметаной. Куплены в фикс прайсе. Ну, что-то Саша не в восторге от этого соуса. Свой домашний есть у нас, без всякой химии, солычи. Мы в прошлом году столько заготовили этого соуса, вот что надо есть. Ну, иногда, говорят, хочется что-то вредненько. Еще мне нравится соус. Это не соус, даже аджика. Наташа его угостила. Делает ее муж, Боровиков, Александр. Саша, спасибо. Я не пробовала, потому что я попробовала чуть-чуть, у меня глаза на лоб полезли. Говорит, ешь сам. Аджика такая, ух, там перец. Действительно, аджика ух называется. Прогирает все. Ну, кто-то любит и правильно делает. Хочу поблагодарить всех за комментарии. На прошлое видео. Это мы ходили с Сашей на рынок. Потом зашли в магазин Элема. Это наша белорусская швейная фабрика, или как это сейчас фирма. Сейчас модно назвать фирма Элема. Шьет, конечно, на очень качественные вещи. И ткань хорошая. И состав ткани. И внутри, вот, когда берешь пальто, и настолько там приятная вот ткань, как она называется, внутри пальто ткань. Подкладочная. Подкладочная. Боже мой, какая красивая. Раньше, знаете, все черное было такое. Одно и то же. А это и цветная, чтобы гармонировала с пальто. Голубая, значит, и подклад голубой. Ну, в общем, кто захочет купить такое пальто, девочки, я вам просто рекомендую. Ни к чему придраться нельзя. Модельки очень красивые, уютные. Просто не было на меня фасона. Я бы купила. Я мерила, чтобы показать вам. Практически там красивые модели. Ну, настроено, скажем так. Практически там ничего хорошего нет. Для меня ничего я не нашла. Это мое мнение. Есть пару моделей, которые на Таню, в которых Таня выглядит хорошо. Вот, как я называю. Модель, как снегурочка. Ну, они мне маленькие. Воротничок, стоечка маленький. Вот мне два голубых пальто понравилось. Да, они чуть маловаты на Татьяну. Оно длинненькое, ну, здесь мне жмет. А другое, не, короткое, тоже мне очень в них так, ну, комфортно, но это маленький размер. В основном, вот я бы скажу свою точку, зрение. Мне понравились там ткани, из которых шьют пальто. Что еще понравилось? Понравилось, как сшито качество шитья. Как говорится, качество сборки. Сами модели нет, я не в восторге от этих пальто. Пальто должно быть женское такое. Я еще раз повторю, это мое мнение. Чтобы снять воротник. Положить его в коробочку на зиму. Песец тот пришел в негодность. Поменял. И чтобы у пальто был вид еще. Вид именно у пальто. А вот ты мерила эти вот, ну, эту брусничку или черничку. Черничка. Ну, что-то такое оно. Но воротник там шикарный и цвет красивый. Тяжеловато оно все смотрится. Ну, темновато. Пошив. Ну, я говорю, качество ткани отменное, конечно. Но сидит оно как-то. Ну, это на моей фигуре, Саша. Если женщина похудее, постройнее, будет смотреться любое пальто очень красиво. Вы же сами знаете, настроено все смотрится красиво. Не зря нам вот модели показывают. Жене выпускает такую полную женщину, чтобы она там переваливалась и демонстрировала. И тем не менее на них шьют. Но в данный момент все настроено. У Саши кофе валится. Мне еще понравилось красное пальто. Я в нем себя чувствовала уютненько, но тоже маловато. Единственное, что мне не понравилось, воротник. Вообще не понравилось. Лучше бы там не мех сделали, а какую-то или цигеечку, или какой-то каракуль красненький там. Ну, я не знаю, что-то вот в воротнике. Какой каракуль. Такое ощущение, что это не песец, а искусственный песец. А тушка окрашенный. Искусственный песец, как на этих, на Алясках. Ну, не понравилось воротничок, мне не понравилось. Что-то там пуговички блестящие, воротник, красная окантовочка. Черная. Нет, это что-то не то. Ну, ладно. Все равно все модели красивые. Там есть модели, Саша, в которых воротник отсёдивается. Вот, кстати, черничка, мне кажется, он отсёдивается. А может он так пришит или отсёдивается. Ну, ладно, не буду утверждать. Вот представь, воротник отстегнул, накрутил какой-то шарф или платок. Шарф, шляпку одел. Вот это такое должно быть пальто. Это моё мнение, в идеале. Да. А вот то, что всё это вместе пришито, при... Ну, не понимаю я. Тяжеловато эти пальто смотрятся, конечно. Они сами по себе очень лёгкие. Я говорю продавцу. Наверное, холодно будет в них. Она говорит, там такое пальто. Ой, как же она сказала, как это называется? Ну, современные материалы, которые греют. Материалы теплём. Говорит, в нём будет тепло. Он вообще, говорит, не пропускает холод. Может оно и так. И раньше же помните, какие зимние пальто у нас были. Боже. Я всё время шила себе пальто в ателье. У нас дома песцы были. Родители выращивали песцов. Мы с сестрой с ног до головы были в песцах. И шапочки у нас. И воротники шикарные. И всё это шили мы в ателье. У меня были пальто с песцами. Вот с такими песцами богатыми. На плечах-то даже это модно было. А что было? Ватин был, да? Ватин. Но это пальто. Ладно, мы молодые были. Нам как-то полегче было. А вот если в моём возрасте сейчас вот такое тяжёлое пальто одеть, боже мой, до два шага не пройдёшь, упасть можно. Так что это молодцы, что придумали такую ткань утеплённую, облегчённую, чтобы человеку было комфортно. Мне это понравилось. Ну, что ещё характерно? Конечно, мнения разные. Одна зрительница или зритель, кто-то написал. Да новый, говорит, в этих пальтох, как охранник. Ну, не понравились модели. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Да, ещё ружьё за плечо. Ружьё и повязку красную. Дружинник или охранник. Это потому, что я полная. И, наверное, такое впечатление. Если бы я была худой, стройненькая, такого впечатления не было, что я как охранник. Тогда бы я, может быть, не знаю, как меня назвали. Как сторож. Как сторож. Ладно, не в этом дело. Короче, если кому надо эти пальто покупать, покупайте, девочки. Сшито отлично. Ни к чему, ни к шовчику. Никаких ниточек. Всё ровненько, строчечка. Ну, комфортное пальто, ничего не скажешь. А вчера мы поехали в магазин Ольга Стиль. Там же тоже есть и пальто, думаю, уже сезон. Поехали мы с Наташей. Нас её муж подвёз к магазину, высадил. Мы два шага сделали, а там объявление. С первого декабря или с какого-то числа магазин закрыт. А Наташа вот так поворачивается и говорит, где, где это, где Саша? А ни Саши, ни машины нет. И мы так смеялись. А мой Саша говорит, а зачем тебе машина? Ну, как же мы? Надо же было бы поехать, в город сесть и поехать. Саша говорит, девочки, пойдёмте пешком прогуляемся. Наташа говорит, и то правда. И пошли мы через вокзал, через мост, прошлись по центру. Изобрели мы в детский мир. На первом этаже у нас есть большой отдел, где продают натуральные шапки, шубы, полушубки. Короче, меховые изделия. И мы вот так с Наташей зашли и смотрим. Ну, мы с Наташей как-то одновременно сказали, пойдём зайдём, посмотрим, что за шубки натуральные. И мы заходим, и там сразу такой длинный ряд шуб. И чёрные, и светлые. В общем, много шуб, полушубочки. И на них, на всех красной этикеткой написано 400. И спросили продавца, что это такое 400. 400 это рублей. Вот этот, говорит, ряд шуб, мутоновые шубки, красивые. Это всё, говорит, идёт со скидкой. 400 рублей, я вам скажу, это 200 долларов. 200 долларов. Мы посмотрели старые ценники. Какая же цена была первоначальная? 1100 и 400. Ого! И 400 рублей, это вообще смешная цена. Пальто Элемовский дороже. Ну что, говорит продавцу, мне нужен 56 или 54 размер. Она говорит, сейчас я вам подберу. Там, по-моему, осталась одна шубка 54. А 56 размеры есть. Ну, говорит, давайте примерим. Сначала я примерила, я не помню какую. 56, по-моему. Она мне большая. И она подороже, потому что она сшита с целых... Ну, она целая, не кусочками. Говорит, давайте мне тогда поменьше размер. 54. И я примерила эту мутонную, это шубки мутоновые. Она пошита с таких квадратиков или ромбиков такая вот. Ну, особо не видно, как она пошита, из чего. Просто красивая чёрная шубка. И я примерила девочки. Мне так в ней стало хорошо. У меня же проблема с руками. Длинные руки. И никогда ничего не подходило. То рукава короткие. Ну, в общем. А эта идеально подошла. И небольшая, и немаленькая. И рукава. Наташа сразу говорит, ты шляпку красную купила, оденешь шляпку, шарфик. Красная есть, есть. Сумма красная у меня есть. Есть чёрные сапожки. Да с этой шубкой можно одевать что угодно. Померила я эту шубу. Ещё раз повторяюсь. Покрутилась. Я меряю долго, не 2-3 минуты. Некоторые померили. Подошла, купили и вышли. Мне надо сто раз померить, сто раз подумать. Говорит, Саша, мне понравилась шуба. Ну, чё, говорит, давай покупаем и всё. Наташе шапка понравилась. Норковая, беленькая, с козырёчком. Она была в единственном экземпляре. Полчаса потом шапку мы мерили. Брать, не брать. На неё хорошая скидка. Говорю, Наташа, бери. У тебя белые шубы, полушубки. Тебе эта шапка, говорю, вообще супер. Думали, думали. Короче, и надумали. Наташа ещё себе купила норковую шапку. Чего, Саша мой, говорит, а почему их уценили? И так прилично на это. И она объяснила. Вот серые, про серые шубы скажи. Серые шубы, они больше были такого. Ну, светло-серые. И цвета вот такого может быть, вот даже как наша соковыжималка. Что-то вот похоже между серым и вот этим. Молочный какой-то. Цвет молока. Цвет молока. Я говорю, в чём там была ошибка? Она говорит, вы не поверите, повыгорали рукава. Вот как они, видно, висели эти шубы. И, говорит, повыгорали рукава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова